Сегодня 9 августа. 9 августа 1900 года Самарская газета опубликовала на своих страницах статью, и вот что в ней сообщалось. Хоть какие-нибудь порядки стоило бы установить в соборном садике, не мешало бы ознакомить известную часть публики с общественными правилами, что не все, кому вздумается, позволено проделывать. Не позволяется, например, в садике устраивать таких кулачных боев, какие нередко там происходят. Следовало бы внушить горчичникам, что они не имеют права нападать на обывателей и в особенности на беззащитных женщин, всячески издеваться над ними и оскорблять их. Общественный садик и должен быть общественным, а не принадлежать исключительно горчичникам. 105 лет назад, 9 августа 1919 года, в Самаре состоялся первый в городе коммунистический субботник. В нем приняло участие 495 человек. Больше всего людей работали на выкрузке дров с баржи номер 88 Гублескома на берегу реки Самарки. Ежегодно 9 августа в нашей стране отмечается День воинской славы России. День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут в 1714 году. А еще сегодня Всемирный день книголюбов. В народном календаре сегодня Пантелеймон-целитель, он же Пантелеймон-качаный. В эту пору крестьяне справляли так называемый заживный праздник. Колосья с полей полагалось приносить в церкви для освящения, потом их хоронили в избах. Этими другими событиями и фактами был наполнен 9 день августа. Прекрасного вам настроения и всех благ!